Доброго здоровья усим добрым людям в Украине та в усёму свете! Вы смотрите программу «Непростая политика» на 17-м канале. Я Владимир Воля, политический обозреватель канала. А в гостях у нас сегодня политолог Павел Корнозыцкий. Добрый вечер! И будем мы говорить, в общем-то, о событиях, которые... Ну, сегодня в каком-то смысле юбилейная дата по трём поводам. Однозначно прямой повод – это годовщина работы нового состава Верховной Рады. Выборы в Верховную Раду были досрочными и проходили в конце октября 2014 года. Плюс, в общем-то, можно говорить и о том, что уже вот-вот годовщина правящей коалиции, потому что коалиция была сформирована довольно быстро. Ну и тут не за горами. Через несколько дней годовщина работы нового правительства. Правительство во главе с Арсением Яценюком. Ну, начнём мы с таких интересных, можно сказать, не то, что резонансных, а ярких, пёстрых, ну и резонансных в том числе новостей. Ну, вот отличился у нас сегодня снова Владимир Вольфович Жириновский. Давно не было слышно его комментариев эпатажных. В этот раз он в эфире радиостанции «Эхо» говорит «Москва». Сказал, что Стамбул уничтожить легко, можно скинуть ядерную бомбу. Боже упаси, мы не занимаемся трансляцией угроз Жириновского в адрес государства под названием «Турция», чтобы нас, так сказать, не обвинили в том, что мы пропаганду террористическую распространяем. Стамбул уничтожить. МИД Китайской Народной Республики выразил сочувствие со смертью лётчика и назвал крушение Су-24 несчастным случаем. Российский военный самолёт был сбит, а пилот погиб. Это несчастный случай, мы выражаем сочувствие. Вот такая интересная реакция. Кроме того, как мы уже не раз по новостям видели, граждане Китая тоже попали под репрессии ИГИЛ. То есть было несколько казней было ИГИЛовцами, мирные граждане, иностранцев, в том числе были граждане Китая среди казнённых. Так вот, мы считаем, что борьба с терроризмом сейчас является общей и актуальной задачей для международного сообщества. Необходимо принять эффективные меры, чтобы избежать повтора подобных инцидентов. Так вот, как вы думаете, что можно говорить о позиции Китая? Стоит ли ожидать на самом деле то, что Китай более активно включится в сирийскую войнушку, в борьбу с ИГИЛ? Или, то есть и базу, возможно, для этого на перспективу строит? Там вчера была информация, что косвенно подтвердили, что на территории Джибути, совершенно рядом Египет, Саудовская Аравия, Йемен, Красно-Суэцкий канал. И вот китайцы собираются военно-морскую базу построить. Или вмешательство, то есть вхождение Китая в ближневосточную политику военно-политическими методами состоится раньше? Ну, я думаю, что китайцы как раз-таки используют военную мудрость восточную, выждать время и вступить в самый подходящий момент, когда противники немножко истощат друг друга. Сегодня мы по заявлению видим, что для Китая точно такие же одинаковые потенциальные противники, как России, так и Соединенные Штаты, которые спровоцировали Турцию на этот инцидент. Он сделал такое витеватое заявление, которое можно... С одной стороны, они выразили сочувствие России с погибшим летчиком, но с другой стороны, они поддержали позицию Соединенных Штатов, что все-таки это произошел несчастный случай. И эту же позицию сегодня пытается озвучить Эрдоган о том, что самолет был сбит случайно. Если вначале были довольно резкие заявления, чуть ли не пытались объявить войну Российской Федерации, а вот, что было поддержано нашими немножко глупыми политиками, которые полезли вперед международного сообщества, давать комментарии и оценки, то сегодня мы видим, что мир хочет немножко снизить градус напряжения, а вот вступление Жириновского, как бы я немножко не мог понять, он никогда без воли Кремля ничего не озвучивал. Ну вот такой вот загадочный, да, то ли он тоже, наверное, уже годы, да, года, как вообще-то говорят в данном случае, не годы, а года, и вот запоздала эмоциональная реакция. Возможно, вот именно это не запоздала реакция, а сегодня, когда уже конфликт идет на скат, Кремль немножко решил дожать европейское сообщество вот именно угрозами Жириновского, посмотреть, напомнить еще раз то, что Россия является ядерной державой и с ней нужно считаться. Просто так нельзя. Я понял, спасибо. В общем-то, наверное, согласен с тем, что нужно все-таки вот было обозначить эту позицию, да, которую во время всех этих бурных дебатов никто не озвучивал. Ни официальный Кремль, ни официальная Москва, ни Анкара, никто другой. Все, как бы, многие, кто понимали, что Россия ядерная держава, и были такие, что, смотрите, Турция показала этой сверхъядерной державе, что она ничто со своим ядерным статусом. И второй момент, я думаю, что, опять же, вот я читал неоднократное заявление о том, что вот сейчас Турция закроет России выход в Средиземное море. Боже упаси их от такого шага, потому что вот именно заявление Жириновского, это обозначает о том, что Россия пробьет себе выход в Средиземное море ядерным ударом. А вообще, насколько реально, если, допустим, посмотреть с точки зрения того, как отреагировало НАТО и Франция, и США в лице президента Барака Обамы, насколько вообще реально говорить о том, что мог быть такой сценарий с закрытием Босфора и Дарданеллы? Ведь это все регулируется не турецким законодательством, а международно-правовыми договорами, не помню, как это называется, договор о проливах. Возможно. Вот я рассматривал такую версию и как бы анализировал по поводу того, что Европейскому Союзу сегодня стоят две задачи. Первая — это прекратить беженцев в Европу, в Средней Азии. Второе — это решить проблему с обнищанием Греции. Если на Босфоре начинается заварушка и война, а мы уже сегодня видим заявление в Греции по поводу освобождения Кипра, то первое — можно занять и греков войной с Турцией, и именно эта война фактически перекроет линия фронта поток беженцев. Возможно, этот вариант и рассматривался, когда Турцию подбивали на провокацию в отношении российского самолета. Ну хорошо. Давайте теперь, наверное, вернемся к нашим темам. Не менее драматические события. Хотя, слава Богу, что в смысле не военные события, а вот политические именно баталии происходят в парламенте сегодня по случаю годовщины работы нового состава Верховной Рады выступал даже спикер парламента Гройсман. Так вот, было несколько заявлений на этой неделе. В понедельник скандальное заседание блока Петра Порошенко, фракции, все свелось к тому, что возникла платформа, то есть образование внутри фракции, такое непонятно, насколько оно в будущем автономное или отделившееся, но пока что в составе. Плюс комментарий Юрия Луценко, что либо будет фракция Порошенко, либо фракция Коломойского. Это одна диспозиция того, вернее, одна оценка того, что происходит в Верховной Раде. На следующий день, во вторник, Бурбак от имени фракции «Народный фронт» зачитывает, что любые попытки расшатать удары по команде премьера, личной Аценюка, по команде президента, это попытки пропутинских и пророссийских олигархов устроить прокремлевский переворот, путь и так далее. То есть тут мы видим, что это угроза от пропутинских олигархов, пророссийских, которые пытаются свергнуть правительство Аценюка. И буквально вчера выступает, или нет, позавчера это уже, Юрий Луценко, лидер фракции блока Петра Порошенко, и говорит, что... А, пардон, это Николай Томенко выступает, и говорит, что и по сути, и по форме это самое пропутинское правительство за всю историю Украины. И вот тут что тогда получается? Что промосковский блок Петра Порошенко с помощью промосковского пропутинского олигарха Коломойского Борется против самого прокремлевского правительства во главе с Сеценюком. Вообще, вот сегодняшнее заявление, оно как бы вышло, выступление Гройсмана, вышло все это из плоскости. Почему? Что вообще там происходит? Вот если вот все это посмотреть, бурные такие обмены ударами, вдруг сегодня выступает Гройсмана. Что сказал Гройсмана? Я думаю, что украинский народ ждет, когда все вот эти пропутинские правительства и депутаты заберут на матросскую тишину, выяснять, кто ты там из них, чего наслужил Путину. Так, это не угроза, я надеюсь. Ну, это шутка. Не, ну, Ляшко там высказывал более радикальные вещи. Смотрите, трагедина случилась год назад. К власти пришел парламент, который выбрал и назначил самое непрофессиональное правительство за всю историю Украины. Та же парламентская коалиция, вот сегодня и Гройсман отмечал там большие заслухи. Наши депутаты, кажется, приняли много законов. Наверное, даже больше, чем они их прочитали. Но, вот какие итоги видит украинский народ от нашей правящей коалиции? Первое. Это мы полностью ликвидировали всякое уважение к закону. Народу навязали фобии. Войну со своим прошлым, войну со своим соседом. Абсолютное неуважение к закону и демократические требования. Сегодня уже не только депутаты требуют, выступают. Сегодня мы наблюдаем, как вот в каком-то силе на трассе Киев-Чоп, в Ровенской области, Птичья, возникает ситуация. 20 бабушек требуют о том, чтобы им отдали храм. Они его просто самозахватывают и требуют это узаконить. 50 других бабушек, которые против того, чтобы от храма отдали Киевскому Батарахату, перекрывают трассу Киев-Чоп. Все требуют. Это как бы частные конфликты такие. Фактически вот это сегодня мы наблюдаем, когда вот эмоции из Верховной Рады переходят в общество. Уже общество начинает требовать, узаконить свои требования. Хотя изначально не хотят понимать о том, что требование-то изначально было незаконным. По большому счету, на самом деле мы полагаем, не полагаем, а знаем, что сначала эмоции пришли в Верховную Раду. Да. А теперь получается, что они обратно оттуда пошли на улицу. Фактически они распространились на всю улицу. Парламентские эмоции. И у нас превратилась вся государственная политика в сплошную фобию. А фобия — это психиатрическое заболевание. Получается, что год назад выбранная нами Верховная Рада, которая выбиралась уже, начиная с неуважения закона и нарушения закона о выборах, она распространила свою заразу на всю страну. И сегодня мы уже нуждаемся в экстренном лечении. Я не знаю, какое оно может быть. Надеюсь, что это будет не Майдан и не Калеевщина, как обещает Томенко. Надеюсь, что это будут досрочные парламентские выборы, когда мы спокойно выберем нормальный, вменяемый парламент. Вот о досрочных парламентских выборах. Как можно, насколько это возможно, представители, то есть лидеры фракций, парламентских крупных фракций, говорят, да нет, это все, в общем-то, происки врагов. Хотя не раз люди из президентской команды и из Народного фронта, в том числе и Ценюк, заявляли, что вот эта тема досрочных выборов Верховной Рады и досрочных выборов президента, это все опять-таки рука Москвы и промосковские олигархи. Смотрите, эти люди нам уже два года говорят про ассоциацию с ЕС. От того, что наши политики что-то говорят, это не значит, что это случится. Сегодня мы видим ситуацию, когда правящая коалиция развалилась по швам. Вот эти все вот брожения маленьких фракций, когда большие фракции делятся на маленькие группировки по интересам. Вот эта вот олигархическая война кремлевских с прокремлевскими, так как они обвиняют. Это фактически связица того, что у нас нету в стране правящей коалиции, ответственной за судьбу страны. А в этой ситуации мы не можем даже принять государственный бюджет. Я понимаю, что может быть кто-то надеется, что сегодня там приедет Байден, топнет ножкой, и Верховная Рада примет антисоциальный бюджет, который, в принципе, равносильный самоубийству для всех депутатов, подписать, принять этот бюджет, который полностью урожает все социальные обязательства государства перед гражданами. А ведь мы понимаем, что в этом случае граждане просто не выживут. И когда сегодня Гройсман заявляет о том, что вот мы не можем тратить больше, чем мы имеем, ну, я бы посоветовал ему поучиться у своих же соратников вот посмотреть, как можно тратить больше, чем имеешь. У депутатов наших по декларациям копейки, а тратят они миллионы. Вот если сравнить то, что сказали Луценко, да, его достаточно радикальное заявление, свободовцы в парламенте говорят, ну как же, другого выхода нет, только досрочные выборы Верховной Рады. Фракция Народный Фронт угрожает, допустим, я ценю, говорил, что если отставка, то и выход Народного Фронта из коалиции. Все так или иначе на словах с одной стороны угрожают отставкой правительства, правительству отставкой, с другой стороны говорят, да нет, коалиция и не разрушится, досрочных выборов не будет. Гройсман выпал из этого смыслового поля. Или он в параллельном пространстве живет в каком-то. Ему писал доклад кто-то из того, кто писал отчеты Госдепартаменту. Они вот именно Гройсман в своем выступлении показал, какая ситуация должна была бы быть в нормальной стране, в нормальной политической ситуации. Но сегодня выступление Гройсмана оно просто противоречит тому, что происходит на самом деле в Украине. Ну он так бы как бы вот я тоже его слушал это выступление, смотрел, то есть как бы получается так, что Гройсман выступление Гройсмана оно в контексте то есть как бы в такой ситуации написано, что нету ни всех этих заявлений, ни этого кризиса парламентского, который на самом-то деле может быть это заранее писалось, а может быть это просто вот опытные комсомольцы. Я думаю, что старшее поколение немножко помнит закат Советского Союза. Когда на съездах коммунистической партии озвучивались перспективы развития коммунистической партии там до 2000 какого-то года, что каждая семья получит отдельную квартиру, там за горизонтом будет коммунизм, но на самом деле ситуация была совершенно другой. И вот руководство КПСС не хотело этого видеть и оно убило страну. Сегодня спичрайтеры Гройсмана идут по тому же самом пути. Лучше народу сказать неприятную правду, чем вот все время замыливать глаза абсолютной ложью и в итоге выяснится, что ложь все равно как бы полетит. Ну вот сегодня кстати процитировать Гройсмана, на брифинге он уже заявил, Владимир Гройсман, я не вижу на сегодня реальных оснований для развала коалиции и коалиционного правительства. А если половину правящей коалиции обвиняет премьер-министра. Да, простите. Дальше в рамках коалиции должен состояться серьезный разговор и тогда будут приняты решения как нам двигаться далее. То есть серьезных оснований нету, но еще как бы решение не принято. Наверное. Можно и так, да? Не следует простите, не следует рисовать пессимистические сценарии. Я не знаю, у нас всегда есть желание куда-то кого-то задвинуть. И это не главное, что необходимо сделать. Нам необходимы реформы. Я не борюсь за кресло руководителя правительства и я являюсь председателем Верховного Совета. У меня много заданий, задач. Так вот, в связи с этим, то есть что на самом деле я сказал? Действительно ли не грозит коалиции распад или пока решение не принято? Я так понимаю, что Гройсман в стиле своих предшественников из ЦК КПСС повторяет вот именно описанное заявление, даже не задумываясь о них. Он никогда не читал сказку «Лебедь, рак и щука». Когда мы сегодня видим, что правящей коалиции фактически нету, что каждый политик тянет одеяло на себя и фактически страну они уже привели на Рубикон того, что мы не сможем принять бюджет. Мы просто не сможем принять бюджет, потому что его сегодня некому наполнять. Нет экономических реформ. А это как раз-таки вина правительства. То, что сегодня Яценюк угрожает, что если его уберут с правительства, там весь Народный фронт уйдет след за ним в оппозицию, он забывает, что Народному фронту след за ним, чтобы идти, придется идти не в оппозицию, а в прокуратуру и давать показания, на что наши депутаты не готовы. Или в другую сторону в блок Петра Порошенко. Вот большая вероятность в том, что они тут же побегут в блок Петра Порошенко, договариваться о каких-то преференциях для себя, точно так же, как они во время прошлых выборов слили Юлию Тимошенко, они точно так же откажутся и от Яценюка. Вслед за ним в Селесен-Изолятор никто из депутатов не пойдет. Вот тут даже не в Изоляторе дело, а просто вот с точки зрения того, насколько Яценюк сейчас может говорить от фракции Народный фронт. Вот реально, да? Отправляют, все-таки, Гройсман говорит никаких обстоятельств, но Луценко говорит, не будет бюджета на новый бюджет, налоговый, с новым налоговым кодексом, то не будет никакого правительства. То есть, прямо-таки, довольно, может быть, слишком эмоционально, но указывал. И будет налоговый кодекс, с этим правительством или без этого правительства и бюджета на новом налоговом кодексе. Тоже Луценко заявлял. И тут вот Яценюк говорит, я уйду. Вот Яценюк выходит однажды, его отставили, отправили в отставку и говорит, я ухожу и призываю весь Народный фронт выйти из состава правящей коалиции. Что будет? Ну, я думаю, что, скорее всего, Яценюк уйдет точно так же, как помните, когда министров арестовали на заседание Кабинета Министров, когда у политиков будет уже кулуарная договоренность, кончится таким показательным выступлением, как придут на заседание Кабинета Министров и оденут Яценюку нарушники. А вот Яценюк что произойдет в парламенте? Яценюк вот выходит и говорит, я, все, меня в отставку отправили, я ухожу, но я принес всего себя в жертву реформам, правительство Камикадзе и так далее, пример Камикадзе, два срока и перед этим один из них попередники выходит, то есть что происходит в парламенте после такого заявления Яценюка? Ну, как всегда, как тоже происходило до заявления, кто-то захватит трибуну, кто-то начнет бросаться бутылками в аппарат. А с коалицией? Что? Коалиции сегодня нету фактически, фактически вот если Яценюк уходит и перестает как бы быть одним из центров влияния на коалицию, то возможно как раз таки у президента забрав на себя все центры влияния получится контрольный пакет коалиции именно пусть это будет там часть фронта, часть других партий, но у него будет финансовое влияние держать свой контрольный пакет в парламенте. Вот у меня подозрения закрадываются, что многие те законы, которые в последние недели не штампуются, но принимаются, что они все предвыборные напрочь. И риторика. Новый налоговый кодекс для того, чтобы снизить нагрузку на средний класс. Луценко говорил, что мы молоко обещаем бедным, но надо корову сначала накормить, то есть дать пожевать корове. Они уже могут снижать налоги. Нет, подождите, вот фактически эти законы, вот иногда такое впечатление от них складывается, что это все на самом деле принимают предвыборный пакет законов. Возможно, просто дело в том, что эти законы уже как бы популярны, не популярны, они не имеют значения, потому что они разорили средний класс. Они сегодня могут снизить налог до вообще минимума, но его платить уже сегодня некому. На сегодняшний день мы имеем полностью разоренный на экономику, а началась она как раз таки с урезания пенсий и социальной сферы. Ведь смотрите, бизнесу, для того, чтобы работать, нужно зарабатывать деньги, ему нужен потребитель. То, что сделал Яценюк, он урезанием социальных выплат просто уничтожил украинского потребителя. На западных рынках мы никому не нужны, а украинского потребителя на покупку наших же украинских товаров сегодня нет денег. У нас получается вся страна малообеспеченная сидит на дотациях. Даже вот олигархи, чтобы имели какую-то возможность что-то зарабатывать, вот там монополисты, там энерго, да, у нас принята государственная дотация. У нас государство дает субсидию, чтобы люди могли платить олигархам. Вот это полный абсурд. Это ввиду коммунальные платежи. Да, вот эти коммунальные субсидии, на которых он положил наверное уже половина населения страны. То есть фактически эти субсидии проходят мимо людей, они автоматом перечисляются Они автоматом идут в карман олигарха, потому что с людей олигарх уже не может иметь ничего. Ну вот тогда давайте вот так вот. Все критикуют правительство. Предвыборная риторика у всех, даже у блока Петра Порошенко, у Народного фронта, да. Многие законы тоже можно считать, что это предвыборные законы, то есть такие популистские, не знаю, то есть срочно тут изменения в судебная реформа, да, то есть то, чем недовольно общество. Можно ли предполагать, что на самом деле это попытка обеспечить действительно какой-то пакет, который необходим для получения транша, допустим, следующего, или это предвыборные все-таки? Вот как вот разделить здесь? Ну, помню, что нам обещали миллиарды еще с окончания Майдана, но, по-моему, до сих пор вот эти миллиарды все время куда-то оттягиваются, все время куда-то исчезают, с нас получается только Россия требует 3 миллиарда, а вот миллиардов обещанных Евросоюзом Украина, по-моему, так и не увидела, или фактически они прошли мимо бюджета все эти миллиарды. Нет, ну почему мимо бюджета? Сегодня вся парламентская коалиция пытается перебраться в оппозицию. Она пытается спихнуть в себя ответственность и думает, что избиратели не помнят, кто привел к власти вот этот самый неграмотный за всю историю Украины правительство. Если вот оценивать, что это стремление все-таки наверстать реформы или подготовка к выборам, что здесь больше? Это больше пристремление именно отмазаться, спихнуть свою ответственность на правительство. Типа мы не при делах, мы не мы, хата не моя, мы не получали преференции от правительства, мы не участвовали в голосовании по договорняку, не получали никаких доходов, не получали никаких денег из бюджета, финансирования, каких-то проектов своих, фактически депутаты пытаются сегодня сыграть роль, что они никогда в жизни не лоббировали интересы каких-то определенных финансовых групп, и фактически не они довели страну до ручья. Ну, а вот если говорить, то есть предположить такая идея, вот если идет фактически предвыборная кампания в смысле принятия социальных предвыборных по своей сути законов, да, с таким социально-популистским уклоном, с популистско-политическим уклоном, как вот мы и антикоррупционные, и судебная реформа, и все, и все мы бегом подаем, принимаем, принимаем пиар, не принимаем тоже пиар, то есть военного действия, получается очень много ситуаций. При этом, то есть как бы если действительно на самом деле готовятся к выборам, то как можно допустить досрочный выпуск, как запустить? Оставка правительства, не работающий парламент, вот что? По поводу законов. За что зацепиться можно? Непринятие государственного бюджета. Вот первая зацепка, а фактически развала правящая коалиция. В стране нету парламентского большинства, фактически нету правящей коалиции, это основание для того, чтобы проводить досрочные парламентские выборы. По-моему, отсутствие коалиции месяц. Ну это не работающие, в течение какого-то тут, но сам-то факт непринятия бюджета вовремя не является оставанием. Фактически может быть отсутствие парламентского большинства и опять же отставка правительства, если будет принято. То есть если Яценюка уводят, уходят, отправляют в отставку, даже если он исполняет исполняющим обязанности. И фракция или часть фракции уходит. Да, неважно, уходит, не уходит, но если Яценюк становится исполняющим обязанности, вот там как раз-таки пошел уже срок, к какому должен быть принят именно коалиция должна принять сформировать новое правительство. Если правительство не формируется в течение отведенного законом срока, значит, коалиции нет. А вот тогда давайте еще вот посмотрим, уходит Яценюк, вернее, снимают его, он сам не оттуда не уйдет. Никогда в жизни. Он за самурайский меч вот у него будет держаться всеми руками. Но часть фракции Народного фронта, она же тоже не монолитная, да, это фракция, вот уходит, допустим, туда к радикалам. Часть к блоку Петра Порошенко. Но все-таки большая часть вместе с теми, кто представители батальонов, полков и так далее, они уходят из коалиции. Просто пишут. И получается, что в коалиции нету 225 плюс 1. И создавать с оппозиционным блоком предвыборно... Можно развалить оппозиционный блок и создать из части его коалицию. Ведь смотрите, тот же оппозиционный блок уже показал, что он является на сегодняшний день частью коалиции. Фактически они подкидывают голоса, когда есть договоренность и правящая коалиция принимает законы благодаря вот этим голосам ОПО-блока. Вот по-моему Гройсман назвал 800 законов принятых депутатами. Я не знаю, сколько из них вообще кто-то читал в своей истории, кроме авторов, но фактически большинство вот этих законов принималось именно с помощью оппозиционного блока. Ну все-таки вот нету коалиции. Вот оппозиционный блок, я как бы могу отчасти согласиться с таким вариантом. Давайте попробуем представить так, дело в том, что критики те, кто ушли из коалиции, даже сейчас еще, когда коалиция формально существует, многие критикуют Порошенко в том, что у него широкая коалиция с оппозиционным блоком. А тогда, когда формально часть оппозиционного блока войдет в коалицию, это же уже понятно, вряд ли кто-то сможет спрятать. Ну вот как раз таки вот это единственный вариант для них именно избежать досрочных выборов, потому что в случае досрочных выборов шансов пройти в парламент не имеют ни депутаты правящей коалиции, ни депутаты оппозиции. Они для избирателей воспринимаются как одно общее целое. но если они пойдут это правящая коалиция попытается пополнить свои ряды за счет оппозиционного блока, пускай даже за счет того, что народные депутаты формально выйдут из оппозиционного блока и перейдут, найдут объяснение красивое, но тем не менее не является ли это роковым шагом перед досрочными выборами? Как раз создание вот этой большой коалиции можно именно взять под контроль страну сегодня. Президент смог бы взять под контроль страну. Не знаю насколько он осмелится, но в этом случае ему тогда придется принять именно очень жесткие меры по отношению к радикалам, которые сегодня мы видим они решили не закон решил, не суд постановил, а они решили перекрыть в Крым электричество. Сегодня Джамилев выступает словно ну как минимум министр энергетики Украины. Он решает. Вот мы сегодня видим, когда у нас в стране все не обладая полномочиями что-то решают. У нас именно идет конфликт собственных полномочий, собственного яд. Это начинается от одного депутата, который просто переоценивает свою значимость, до простого комбата, который точно так же как и депутаты переоценивает значимость одного батальона в рамках целой страны. Но тем не менее, насколько вероятен вариант, что Яценюка отправляют в отставку. Один элемент сценария. Второй элемент сценария. Вместе с Яценюком уходит часть людей из коалиции. Второй элемент технологии. И третий элемент гордо заявляет остатки коалиции, что с оппозиционным блоком они как принципиальные никогда не будут в одной коалиции и все досрочно запускают на выборы. Вот с точки зрения смыслов результаты выборов местных, насколько они подвигают, могут, дают надежду на то, что у блока Петра Порошенко будет большинство. Дело в том, что в местных выборах не участвовало большинство граждан. А это антиэлекторат для правящей коалиции. Фактически из-за недоверия правящей власти люди не пришли на выборы. В большинстве своем. То, что они сегодня смогли как-то организовать минимальное число своих сторонников и поэтому они как-то пропихнули своих ставленников местной советы, лишь от того, что народ не верит вообще в значение вот этой местной власти. Вот так называемая децентрализация она еще не дошла до избирателей, чтобы они понимали вообще, что они выбирали сегодня. Ведь фактически для многих избирателей, для многих бабушек, они по старинке выбирали депутатов, которые ничего не решают. Поэтому они относились к этому выбору безразлично. Предлагаешь 100 гривен или килограмм гречки, ну пускай будешь ты. А если парламент, люди будут перезагружать власть, они уже будут более рассудительно относиться к выбору. Единственный шанс у президента сегодня сохранить власть без выборов это принести Яценюка в жертву. Если прокуратура сегодня берет, арестовывает Яценюка, обвиняет во всех тяжких грехах, демонстративно впаивают ему срок там 80 лет за то, что он якобы один единственный враг народа, СМИ реально могут поддержать обвинение Яценюка во всем. И вот именно через принесение Яценюка в жертву они могут сегодня снова воссоздать коалицию и вынудить первое принять государственный бюджет антисоциальный потому что у нас есть виноватых кто это устрашит. демонизировать персональный Яценюка для того чтобы отделить его от фракции Народный фронт то да. А вот если не демонизировать что его демонизировать ну и так уже думает только он сам лично что он супер супер спаситель. Потому что любой премьер-министр на фоне его будет ангелом даже если он примет закон об эвтаназии. Но тем не менее вот если вот тот сценарий о котором я говорил вот с точки зрения результатов выборов есть там некоторые подсчеты что больше всего депутатов в органах местного самоуправления в советах местных получил блок Петра Порошенко дальше батьковщина вот если попытаться вот не совсем корректно но попытаться вот предположить блок Петра Порошенко лидер то есть он самый большой участник будет самую большую квоту иметь в новом парламенте на этих выборах был админресурс и он нигде в Украине не взял большинство достаточно для формирования для формирования местной власти фактически мы видим ситуацию что в новом парламенте проходит блок Петра Порошенко но он оказывается в оппозиции потому что все остальные политические силы будут настроены против него бороться с ним я вот с этим не соглашусь вот почему не соглашусь как бы поспорим да подискутируем убирают Яценюка с должности премьер-министра подставку и админресурс то останется у блока Петра Порошенко потому что не назначат кого-то там из правого сектора свободы этого как его который носится для школа Юлия не отдадут этот она вернее сама умная не возьмется за эту должность хотя перед выборами в качестве исполняющего обязанности чтобы административный ресурс прибрать то Юлия может и согласиться боролить в течение двух трех месяцев правительства если Юлия отдадут правительству есть шанс избежать выборов вот фактически Юлия Тимошенко она может объединить новую коалицию тогда вопрос Ярасько у нас домовлялась с международным валютным фондом да то что заявляет Юлия Владимировна Тимошенко соответствует то есть будут ли такие же ее действия и насколько это будет негативно влиять на дальнейшие кредитные отношения Украины с МВФ или будет снова завал приостановят все транши вот сегодня нам рассказывали два года как нас сильно любит МВФ вот пускай расскажут это пенсионеров которые сегодня умирают с голову вот это любви МВФ к Украине МВФ нам не дает кредиты оно дает лишь какие-то кредиты для погашения прицентов по старым кредитам долговая яма у нашего государства увеличилась в результате помощи МВФ и фактически нам сегодня нужно послать это МВФ ко всем чертям как его послали в та же Исландия там по-моему Исландия или я да фактически МВФ не помогло вылезти из долговой ямы еще ни одному государству фактически МВФ это сегодня вот такой инструмент полного подавления и управления мы утратили кучу саверенитета но в итоге мы не получили ничего мы продолжаем терять население мы продолжаем ситуация когда у нас смертность превышает рождаемость и как нация украинцы вымирают в результате помощи МВФ вот по поводу правительства Яценюка и будет ли она сдвинута есть такой такая точка зрения что вот МВФ которая делегация была в том числе в ноябре в Киеве и вроде бы происходило обсуждение некоторых сложных моментов возникших то есть позиций сложных по поводу как раз госбюджета они вроде бы настаивают на том чтобы уменьшить действительность госбюджета снизить да ну и плюс там еще и если говорить в общем то МВФ опасается что в случае смены каких-то экономического политического курса Украина двинется по греческому пути в смысле долгов ну вот я еще раз задаю вопрос а почему мы должны слушаться МВФ они на что завоевали не проще ли в таком случае назначать не Тимошенко отправить досрочные выборы три месяца переждать и снова продолжать ту же программу МВФ дело в том что программу МВФ нужно заканчивать именно отказом от сотрудничества с МВФ я еще раз вам говорю что МВФ еще не помогло ни одной стране вылезти из долговой ямы все что нужно МВФ на сегодняшний день это загнать нас еще поглубже туда сегодня смотрите вот мы говорим что должны Украина да ведь по сравнению с Соединенными Штатами наши долги копеечные ведь проблема не в том кто сколько должен этому МВФ а с кого сколько требует с Украины сегодня требует выплату долгов процентов по старым долгам МВФ могло бы сделать если бы они действительно как бы хотели вот как-то помочь Украине дать отстрочку по процентам по старым долгам вот у вас произошел Майдан да но сегодня что делает МВФ МВФ придумает программы кредитует то что эти кредиты разворовываются я так понимаю что видит вся финансовая система видит весь МВФ но почему-то проценты по разворованным кредитам они пытаются взять не со черных счетов Интерпол куда они ушли вот эти разворованные они требуют их с Украины сегодня мы видим ситуацию когда МВФ выгодно содержать содержать вот такое правительство которое нас сгоняет в долги еще больше ну по поводу МВФ как-то это отдельная большая тема так что как-нибудь поговорим но учитывая что наше время подходит к завершению вот еще один такой вопрос который хотелось бы вот задать связи с ситуацией ну как бы что происходит с выборами в центральной части Украины уже с результатами выборов не мне вам рассказывать это и в кривом роге да вилку у старшей то признаем то не признаем суда нету глобального пересчета нету то есть фактически если посмотреть результаты по горсовету там 50 на 50 или около того то есть разделенность на две части то же самое по запорожской о по запорожью где был скандал что оппозиционные к тому кто стал мэром свистели на фоне общего безразличия избирателей да бойкотировали пытались всячески показать свое недовольство но запорожье тоже разделено в общем то пополам в политическом смысле и вот сегодня даже тоже вилку пардон не вилку филатов это человек Бориса Коломойского принимал то есть приносил присягу мэра в Днепропетровске в горсовете и приносил при полупустом зале при этом полупустой в заголовке оказалось слишком оптимистичной оценкой потому потому что из 64 депутатов в зале остался 21 то есть не половине а на треть заполненный зал не на половину пустой а на треть заполненный зал депутатами заполненный зал так вот выборы в Мариуполе вроде бы все как складывается хотя вчера была попытка на заседании избирательной местной комиссии поднять вопрос о переносе выборов в Мариуполе на январь как вы думаете выборы 29 ноября в Мариуполе состоятся или их сорвут краткий прогноз краткий я думаю что они все-таки состоятся потому что срывать их нет смысла и видят что они регион все равно не контролируют то есть правящие коллекции просто нет никому нет резонно срывать выборы в Мариуполе там не имеет поддержки ни одна как бы проправительственная сила и она ее не обретет даже в январе ну вот же вот же возникло кто-то настойчиво пытается подавить этот вопрос перенести выборы на январь или вообще неизвестно когда самое интересное что Порошенко по закону любого мэра он все-таки сегодня прокуратура может немножко упечь за решетку а на его место исполнять обязанности Порошенко может назначить префекта это вот как раз таки залог того что нужен любой законный мэр который будет вынужден договариваться но эти же нормы еще не вступили в силу это же еще за них нужно еще в третий раз проголосовать за них проголосуют потому что смотрите у нас сегодня ситуация что лучше договариваться с законной властью сегодня мы видим опыт когда оппозиционный блок с администрацией президента договаривается вот что что а договариваться администрация президента на сегодняшний день умеет Им выгоднее иметь любую легитимную власть в регионе и с ней договориться. Да, потому что многие люди в партиях, они пришли чисто из практичных соображений. Да, защита своих бизнес-интересов. Ну что ж, выборы уже скоро, уже вот в это воскресенье. Осталось два дня дождаться того момента, когда будут уже приблизительно понятны результаты. И понятно, прошли ли выборы в Мариуполе Красноармейске. Будем наблюдать за развитием ситуации. Напоминаю нам, вам, дорогие телезрители, что у нас сегодня в студии был политолог Павел Корназыцкий. Спасибо вам большое. Ну и на сегодня я с вами прощаюсь в программе «Непростая политика». Сегодня будет программа версии. Надеюсь, вам будет интересно. Спасибо. Мир вам. Редактор субтитров А.Семкин